Здарова people! Сегодня у меня очередная распаковка смартфонов Xiaomi Redmi 4X черного цвета. Пришла посылка за 18 дней. Вот такая огромная посылка, так как здесь куча, просто огромная куча подарков. Ну, по крайней мере, должна быть. Я списывался с продавцом, и он не обещал на халяву положить много чего полезного и интересного. Это только возможно с продавцами, которые торгуют, конечно же, смартфонами фирмы Xiaomi. Вот если вы покупаете, допустим, смартфон Meizu, вам такое не положит. Только для фанатов этой фирмы. Здесь бюджетный смартфон. Стоит всего 112 баксов на Алиэкспресс. Если вы перейдете по ссылке в описании, вы посмотрите актуальную цену на него на данный момент. Также я предлагаю ссылку в описании. 10,5% кэшбэк вам. То есть вы можете купить, зарегистрироваться на этом кэшбэк-сервисе и получить 10,5% на все покупки с Алиэкспресс. На все что угодно. Переходите, ссылка в описании, регистрируйтесь. Итак, ну, не секрет, конечно же, я писал своему продавцу, чтобы он положил мне, и он не обещал положить все эти подарки на халяву, так сказать. Я сейчас это проверю на ваших глазах. Моя версия смартфона 2.16 гигабайт. Этого мне вполне достаточно, но можно расширить microSD картой. Там комбинированный слот для сим-карт. Либо две сим-карты, либо одна сим-карта и карта памяти. Можно увеличить. Сейчас мы посмотрим, что там пришло. Также из плюсов, из плюсов, что мы еще имеем. 4100 мА батарея. То есть очень емкая, большая батарея. На двое суток хватает 13 камеры, 13 мегапикселей. Как говорят многие обзорщики, не хватает звезд с неба. Но, тем не менее, очень даже неплохая камера за свои деньги. Сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне смартфона также присутствует. Работает на 360 градусов. Работает неплохо. Я проверял все прекрасно. Действительно, на 360 градусов. Как ни крути, срабатывает достаточно быстро. MIUI 8.2 с обновлениями, с русским языком. То есть, это я также писал продавцу, чтобы он проверил смартфон обязательно после перепрошивки. Обязательно проверил, потом отправил. Ну, посмотрим теперь, что же нам все-таки может положить продавец. Тем более, за такие деньги, за 100 смешных баксов. Проверяю, что там пришло. 18 дней, это, конечно же, недолго на данный момент. Почта Сингапура вроде как была отправлена. Ну, смотрим, что нам прислал продавец. Так, вот так это все выглядит. Не влазит в кадр, к сожалению. Ну, ладно. Здесь я вижу коробку со смартфоном. Далее, что еще прислал нам продавец? Подарочки. Подарочки. Поехали. 4Х это дешевенький такой, силиконовый бампер, чехол. На халяву пойдет. Качество очень даже ничего. Смотрим, что дальше прислал продавец. Так. Ага. Переходничок. Это уже хорошо. Переходничок. Под наши вилки. Под наши европейские, так сказать, вилочки. Далее. Далее. Ёлки-палки. Что я вижу? Я своим глазам не верю. Продавец все-таки выполнил свое обещание. С ума сойти. Друзья мои, это же розетка под наши вилки. Под его переходничок, что он нам положил. Только посмотрите. Вот так раз. И можно ставить на зарядочку. Ну что, неплохо, неплохо. И так. И на халяву провод. Вуаля. Провод под наши розетки. Под наши вилки. Под тот самый переходничок, что положил нам бесплатно на халяву продавец. Великолепно. Откидываем это назад. Так. О-о-о. Изолента. Пожалуйста вам. Изолента под наши провода. Которые под наши розетки. Под его вилку. И так. И последний пакет, что здесь. Друзья мои, я глазам своим не верю. Это же. Это же. Это же чехлы. Чехлы для хозяина смартфона. Пять штук. Ну. Ну прекрасно. Прекрасно. Да. Вскрывать я не буду, конечно же. Вы сами догадываетесь, как они выглядят. Ну и последнее, что нам прислал продавец. Это. Граната. Граната. Для того, чтобы. Для защиты. Все, что находится вокруг смартфона. Я убираю в сторону. Так может рвануть все-таки. Разорвет. Нафиг. Всю студию. Ну и последнее, что прислал продавец. Офигеть. Баба резиновая. Настоящая. Друзья мои. Ну конечно же это шутка. Ну елки-палки. Ну конечно шутка. Нет тут никакой бабы. Тем более резиновый. Итак, погнали. Провода. Изоленту в сторону. Чехлы в сторону. Розетка. Переходник. Хотя пускай там. Чехол. Ну ничего особенного. Смотрим, что с телефоном. Смартфон. Должно быть еще раз напоминаю. Прошить. На глобальную. Прошивочку. С русским языком. Смотрю. Что у нас в комплектации. Провод. Микро-USB. Коротенький. Зарядка. Белая. Как ни странно. Небольшая. Внимание. Кому надо на паузу. Смотрит. Что там еще. Ну. Китайский язык. Само собой. Чтобы мы его учили. Свободное время. Скрепочка. Ну и все. Вся комплектация. Так. Включаю смартфон. Первый запуск. Что бы я хотел. Это померить для вас. Его размеры. Так как он очень компактный. Хочу показать его размеры вам. Итак. Высота смартфона. 13 сантиметров. 8 миллиметров. Ширина смартфона. Почти 7. То бишь. 6 сантиметров. 8 миллиметров. Толщину довольно узкий. Где-то 7 с половиной. Что для батареи емкостью 4100. Очень даже неплохо. Внешний вид. Это металл. Это пластиковые вставки. Здесь микрофон. Здесь микрофон. Здесь динамик. Здесь зарядка. Микро-USB. Здесь сдвоенный лоток. Комбинированный. Здесь для управления техникой. Можете наблюдать. То есть. Инфракрасный порт. Здесь для наушников и гарнитуры. Это качель громкости. Плюс-минус. Это плюс. Вернее это. Минус это плюс. Неважно. Разберетесь. Немаленькие. Здесь значит выключение. Выключение смартфона. Вот первый запуск. Поехали. В руке сидит прекрасно. Экран смотрю великолепно. Все. 2,5D. Давайте на полную яркость вам покажу. Шторка переведена на русский язык. Хотя сейчас я и не наблюдаю русский язык. А. Ну да. Надо же поставить это. У меня же нет. Вернее не установлено сейчас. Надо искать русский язык. Проверим сначала что за прошивка. Ну вот. Miowa Global 8.2 стабильная. Ага. Android версия 6.0.1. Окей. Ищем. Нам надо русский. Русский при русский язык. Так. Смотрим сюда. 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 Так. Ну русский язык должен быть на самом деле. Вот он. Есть. Прекрасно. Ну вот, друзья мои. Все. Переведено на русский язык. Я доволен. Продавец выполнил свои обещания. Сейчас что бы я хотел проверить это. По-быстренькому. Затестировать камеру. Фокусировку. Фокусировка срабатывает неплохо. Ух ты. Чё это такое было. Ну да ладно. Так-так-так-так-так-так-так. Галерея. Берем любую. Ну камера, как я уже говорил, достаточно неплохо за свои деньги. Ну да. Очень-очень неплохо. То есть видите, даже РК клинка на ноже прекрасно наблюдается. Итак, сейчас я введу свой пароль Wi-Fi. Это, извините, я вам, конечно же, не покажу. Чтобы проверить громкость и на то, как быстро работает смартфон. Гугл сервисы все предустановлены. Вот мы можем наблюдать. Смотрим, что там с YouTube. Всё подгрузилось достаточно быстро. Перелистывается так же быстро, как мы можем наблюдать. Смотрим. Громкость на всё. В дикой природе выживает сильнейший. Каждый день хищники убивают травоядных. Да ну, как страшно, однако. Ну-ка дальше. Перемотка быстрая. Прекрасно. Так. Ну что ещё показать? Шторка, шторка. Шторка на русском языке. Всё прекрасно. Продавец молодец. Итак, друзья. Что я могу сказать по этому поводу? Приходите, ссылка в описании. Продавец молодец, как я уже говорил. Выслал огромную кучу подарков. И всё на халяву. Это просто офигеть. Друзья, приходите. И всё это вы получите на халяву. Но, для этого надо быть, конечно же, фанатом фирмы Xiaomi. До новых встреч. До свидания. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Всем пока. Продолжение следует... Продолжение следует...